здравствуйте меня зовут пнина и сегодня мы приготовим пышные оладьи всего из нескольких ингредиентов для этого рецепта нам понадобится мука теплая вода сахар соль корица лимонный сок и сода в миску с теплой водой мы высыпаем соль сахар ванильный сахар все перемешиваем венчиком и тогда добавляем лимонный сок а соду смешиваем с мукой и тоже высыпаем и быстренько перемешиваем всю нашу смесь тесто получается достаточно густым я люблю корицу поэтому добавила ее можно также добавить цедру лимона на сковороде слегка сбрызнуты маслом мы выкладываем тесто немного распределяя его для красивой формы выпекать на среднем огне где-то из 9 вот я выпекала на шестерки семерки первая сторона жарится чуть дольше 2 доходит уже быстрее оладьи совершенно не прилипают и очень пышные а рецепт очень простой и получается вкусно нашей недельной главе китиса главное событие это грех создания золотого тельца когда евреи в отсутствие муше сделали себе идола из золота чтобы поклоняться им но почему тогда название не об этом одно из значений слов китиса это поднятие как же тогда глава в которой говорится об одном из самых больших грехов евреев называется поднятие есть такое понятие ереда лицорых алия спуск во имя поднятия как например когда перед прыжком вперед нужно отойти назад и разбежаться грех создания золотого тельца может нам показаться самым страшным падением нашего народа но мы потом прослеживаем что последующее духовное поднятие всего народа было таким мощным и ярким что тот упадок практически был забыт в нашей современной жизни очень много проблем и испытаний общая ситуация далеко не радужная но любавический рэбэ говорит что когда придет машеф и принесет избавление мы совершенно забудем о нашем прошлом плачевном состоянии будет только постоянное благополучие и процветание приятного аппетита и шаббат шалом